Итак, злокачественные заболевания относятся к группе наиболее социально значимых болезней, значительной степени определяющих качество трудового потенциала современного общества, так приводит не только к инвалидизации, но и к его смертности. Как уже было сказано, рак гортани в 70% случаев выявляют при 3-4 стадии. В настоящее время в реабилитации после ларинкоктомии в России нуждаются более 2,5 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 70 лет, что составляет 1 треть числа заболевших раком гортани. Ларинкоктомия обоснована с онкологических позиций, но совершенно неудовлетворительна в социальном аспекте. Потеря голоса лишает пациента возможности общения, приводит к глубокой инвалидизации, является основной причиной отказа пациентов от попытки радикального лечения. Пожизненное дыхание через трехиастовый является психологической травмой как для самого пациента, так и для его родственников и приводит к развитию дальнейшей патологии со стороны дыхательных путей, нарушения обоняния и, в конце концов, трудностям личной гигиены. А качество жизни является на данный момент вторым по значимости критерием оценки результатов противоопухолевого лечения после выживаемости. В восстановлении голосовой функции, как мы все знаем, существует три вида. Это пищеводная речь, электрогортани и хирургический метод голосового протезирования при трахеопищеводным шунтированием. Выбрать метод реабилитации – это право пациента, потому как все эти методы имеют свои плюсы и минусы. Например, пищеводная речь, недостатки – это длительный протез, мало кто его может освоить. Малый объем воздуха – 80-120 мл, а у легких до 3,5 литра объем воздуха достигает. Это количество пациенту не хватает для беглой и длительной фонации, что приводит к прерывистой речи, развитию рефлексософагита и других осложнений. Достоинство вне зависимости от технических средств реабилитации, такие как голосовые протезы, голосообразующие аппараты. Электрогарта, недостоинство позволяет большинству пациентов обладать звучной разборчивостью лета, недостатки. Это такая роботизированная речь, лишена эмоциональной эмоцией, неокрашена. И зачастую она, например, по телефону, она неразборчива. Преимущества голосовых протез выключают в том, что метод позволяет восстановить голос у 90% пациентов, исключает попадание пищи в дыхательный пути, имеет хороший тембр, голос передает эмоциональные оттенки. Некоторые пациенты умудряются даже петь. Смена голосового протеза происходит при амбулаторных условиях, не требует общего наркоза, не является противопоказанием к лучевой терапии, и протез можно обслуживать, ухаживать за ним, не вынимая. Противопоказания – хронические заболевания легких, стенострахея пищевода, заболевания, сопровождающиеся нарушением кардинарной функции. Недостатки ограничены слог эксплуатации, как правило, около года. Голосовой протез необходимо чистить после каждого приема пищи. И если все-таки пациент не осваивает речь с помощью протеза, зачастую это становится проблемой, потому что так самостоятельно эти отверстия не зарастают. На базе гормокодиспансера с 1996 года существует совершенно уникальное отделение реабилитации стомированных пациентов, не имеющее аналогов, насколько мы знаем. На учете состоит более 18 тысяч пациентов, состав – это 23 штатные единицы, и финансирование на технические средства реабилитации осуществляется из двух источников – федеральных, если у пациента есть уже инвалидность, и региональных – это жители Санкт-Петербурга, не имеющие инвалидности, либо находящиеся на стадии ее оформления. Основная задача отделения является комплексная медицинская, психологическая, социальная реабилитация пациентов, в частности, с колостомами, цистостомами, а также трахеостомами. Но у нас не так много, мы составляем всего лишь 5% от общего числа. С 2005 года на учете состоит 832 пациента. Это после ларинготабии в возрасте от 42 до 74 лет. Из них 681 – это мужчины и 151 – женщина. Всем пациентам оказывает помощь и команда. Команды повторяют специалистов, которые включают онколога, локопеда, психолога, а также с ними работают сотрудники фонда социального страхования. У них кабинет находится там же на отделении. И там же можно провести медико-социальную экспертизу, что избавляет наших пациентов от бюрократических мук. Таким образом, за все это время трахеопищеводную шунтируеменю подлежали 507 пациентов. Электрогортани используют 216 пациентов. Пищеводную речь освоили 84 пациента. И на этапе обучения находится 25 пациентов. И наша гордость – это то, что 312 пациентов вернулись к своей трудовой деятельности. Из них в основном это, конечно, водители. Но у нас есть один профессор университета, который читает лекции по высшей математике. И студенты даже не догадываются о том, что у него нет гортани. Потом покажу ролик. Так, не туда, туда, туда. Тороплюсь. Итак, что мы делаем в стомоцентре? Используется специально разработанная и защищенная патентом база данного учета стомированных пациентов. Осуществляется индивидуальный подбор и обеспечение средств уходами, такие как трахеостомические трубки, фильтры. Пациенты и их родственники получают исчерпывающие рекомендации, информацию, брошюры, методические рекомендации. В центре крутятся видеоролики, имеются стенды, где можно посмотреть и даже подержать в руках, ознакомиться со всеми техническими средствами необходимыми. Осуществляется также своевременное выявление коррекции поздних осложнений, замена голосового протеза, обучение в ходу за ним. И опять же таки работа сотрудников фонда социального страхования и медико-социальной экспертизы. Порядок обеспечения технических средств реабилитации, в частности голосовых протезам, жителям Санкт-Петербурга, сводится к тому, что надо оформить инвалидность, получить индивидуальный пакет реабилитации, куда будет прописано техническое средство реабилитации, голосовой протез, либо голосовой аппарат. Потому что голосовые протезы на данный момент входят в классификацию технических средств, указанных в данном приказе. Работает активная горячая линия круглосуточная, есть сайт. И реабилитация пациентов после ларокотомии в значительной мере связана с психологическими, социальными аспектами. И критерием эффективности является полная психологическая адаптация к наличию тархеостомы, восстановление речи от дыхания, восстановление трудоспособности, социального статуса и, конечно же, сохранение к семье. Если есть время, я могу показать два ролика, пищеводная речь и голосовое. Если нет, то... Можно второй ролик, Саша? Да, мне нельзя отказывать. Спасибо. Я, майор Фадим Анатольевич, для демонстрации возможности своего пояса Прочитаю вам по роте Пятрию, господин, Печальный демон, Друг изгнания, Металла грешной землой, В лучших дней воспоминаний Тыстрелись от алког, Тех дней, когда в жилищей света Присталом чистый хирургин, Когда бегущая комета Улыбкой радости при этом любила Обняться с ним. Спасибо за внимание. Спасибо. Яна Анатольевна, огромное вам спасибо. Спасибо.